Айпетринское Яйло это одно из самых живописных достопримечательностей крымского полуострова яйло это плато которое находится в западной части главной гряды крымских гор высота его где-то в районе километра над уровнем моря высшая точка 1349 метров это гора рока и находится это яйло над как бы надо территорией большой ялты а большая ялта это полоса вдоль южного берега крыма которая включает в себя около 30 населенных пунктов включая саму ялту а также ливадию гаспру алубку и так далее многие другие то есть там где расположены основные достопримечательности южного берега крыма соответственно с этого плато с айпетринской яйлы открывается прекрасный вид вот вниз на ялту и прилегающие к ней населенные пункты и другие территории очень живописный вид безусловно одно из самых красивых мест не только в крыму но и во всей россии такой большой перепад высот между побережьем и поверхностью яйлы обуславливает существенное различие в природных условиях и в растительности и даже в климате если берег вот который мы сейчас видим это субтропический средиземноморский тип климата то наверху уже климат который можно отнести к умеренному снизу вверх ведет канатная дорога от станции мисхор до станции айпетри с промежуточной станции сосновый бор длина этой канатной дороги 2980 метров причем между станциями сосновый бор и айпетри нет ни одной опорной вышки а расстояние между этими станциями 1670 метров таким образом это один из самых длинных безопорных пролетов европе только в германии там есть одна канатная дорога где длина пролета больше около гор наклон канатной дороги составляет более 45 градусов то есть это уникальный технический проект и когда поднимаешься по этой канатной дороге тоже открываются очень красивые очень живописные виды все выше и выше пока наконец кабинка довольно большая на 40 человек не доберется на самый верх на айпетри есть и автомобильная дорога между этими станциями но в зимнее время как правило ее заносит снегом поэтому она не действует для туристов лучше всего подняться по канатной дороге наверх а сверху вниз потом на микроавтобусах предприниматели там предлагают за такую же сумму за сумму цены билета перевести на автомобиле через водопад кучан су высота которого 98 и 5 метров и который является самым высоким водопадом крыма то есть по дороге можно еще на него полюбоваться ну и кроме того есть несколько тоже обзорных площадок на дороге таким образом можно сразу объять и виды которые открываются при подъеме на канатной дороге и виды которые открываются если ехать по автомобильной дороге ну а наверху можно гулять бесконечно любоваться видами не только видами вот как сейчас сверху вниз но и видами на самом плато она тоже очень красиво и живописное тут множество развлечений организовано катание на лошадях прогулки по очень красивой местности на плато зип-лайны разнообразные потом подвесные мосты между скалами с очень большом очень большой глубиной так сказать нервы пощекотать если кому-то охота то есть практически можно здесь проводить целый день пикники устраивать развлекаться и так далее конечно виды здесь сногсшибательные еще вечером когда уже стемнеет тоже вид на огни большой ялты это отдельное удовольствие наблюдать растительность здесь имеет лесолуговой характер то есть это элемент высотной поясности 12 около 12 с половиной процентов поверхности айпетринской яйлы занято лесами из бука сосны ясеня клёна иногда ягодный тис остальная часть занята горно-лугово степной растительностью своеобразной флора насчитывает свыше 600 видов среди них 50 видов энтомичных растений здесь около тысячи двадцати миллиметров осадков в год ночные температуры достаточно низкие летом в районе пяти градусов только поэтому туристы должны утепляться если они ночуют наверху достаточно часто туманные сильные ветры на плато развиты классические карстовые процессы многочисленной формы эрозионного и карстово рельефа пещеры воронки и так далее что тоже усиливает впечатление вот природного разнообразия данного объекта раньше при украине не особенно следили за сохранностью заповедного из заповедной сохранностью этого объекта объект входит состав ялтинского горно-лесного заповедника однако в 2020 году территория стала охраняемым объектом федерального значения ну и таким образом усилены меры позволяющие сохранить в относительно неизменности природу этой территории нижняя станция канатной дороги находится на дороге которая идет через южный берег вдоль южного берега крыма через все основные города и достопримечательности поэтому добраться до нее не составляет никаких проблем практически с любой точки побережья крыма можно легко на общественном транспорте добраться до нижней станции станции мисхор и соответственно дальше заплатив 400 рублей по крайней мере в 2019 году такая цена была добраться до верхней станции и посвятить большое количество времени наслаждению наблюдая прекрасные виды открывающиеся сверху ну и прогуливаясь по самой территории наблюдая ее природа природа уникальна другого такого объекта на большом протяжении нету соответственно каждый кто посещает крым просто обязан побывать на этом месте если рассматривать более подробно интересные объекты которые на данной территории расположены то можно вспомнить пещеру трехглазку шахту геофизическую где наблюдается редкое явление люминесценции когда натечное образование некоторое время светятся от вспышки лампы здесь пещеры оборудованы некоторые для проведения экскурсий поэтому тоже не составляет большого труда посетить их и походить по ним в общем объект уникальный неповторимый очень красивый и я всем советую его посетить